Здравствуйте, директор по IT-персоналу компании МТС Ольга Шашкарова, Сергей Морданов, директор по связям с вузами Мэйлору Групп, доброе утро, Сергей, и Илья Долгопольский, сооснователь издательства «Альпина», который как раз и выпустил это замечательное издание. Как сейчас, заходя в зал, прозвучало, что почти полтора килограмма новых профессий. Об этом сегодня пойдет речь. И, Дмитрий, пожалуйста, представьте ваше детище, что закладывали, с чем столкнулись, когда разрабатывали, и вообще, сколько здесь фантазии, а сколько реальности. Спасибо большое, Андрей. Доброе утро, коллеги. Наверное, надо буквально пару слов сказать о предыстории. То есть, первая редакция «Атласа» была презентована в этих же стенах почти шесть лет назад, в январе 2014 года. И вообще, сам «Атлас» — это такая попытка разобраться, кем будут работать наши дети, а на самом деле и мы в относительно недалеком будущем. Нам просто кажется, что она далекая, там, 2030-35 год звучат, ну, как бы, очень-очень далеко. Но, объективно, до 35-го года меньше, чем до 2000-го. И в 2014 году «Атлас» состоял из 19 отраслей самых различных, там было около 120 новых профессий. И за вот эти шесть лет мы прошли достаточно большой путь. Сегодня «Атлас» активно используется как инструмент такой профориентации, профнавигации детей в сотнях российских школ, может, в тысячах даже, в вузах, центрах занятости населения, в самых разных сценариях. И мы за это время поняли, что мы создали очень классный, такой большой инструмент. Но этот инструмент, скажем так, это профессионалы для профессионалов. То есть он фактически сложно было представить, чтобы ребенок читал список профессий, даже если они называются, а мы стремились называть эти профессии достаточно провокативно, по-новому, все равно сложно представить, чтобы ребенок увлекался и интересовался этим. Поэтому нужна была вот эта вот прослойка между книгой и ребенком в виде педагога, специалиста по профориентации, психолога и так далее. И работая над третьей редакцией, работа началась, ну, то есть она не заканчивалась, да, с 15-го года, когда мы представили предыдущую версию. Мы решили сделать книгу, которая будет нацелена, ну, она будет сделана так, чтобы ее было интересно читать родителю вместе с ребенком и ребенку самостоятельно. Поэтому помимо того, что «Атлас новых профессий» в третьей редакции, фактически, ну, помимо того, что он увеличился в объеме, фактически там, я бы сказал, в два с половиной раза, в нем больше 342, если быть точным, профессии в 27 отраслях, от металлургии и добычи полезных ископаемых до медицины, медиаразвлечений, фэшн-области и так далее. Помимо этого, в нем мы написали такие микро, я бы так сказал, производственные романы, производственные рассказы, когда героиня из 2020 года, девушка Ника, подросток современный, мучимая теми же, собственно говоря, вопросами, теми же сомнениями и находящаяся в тех же, скажем так, рамках когнитивных каких-то заблуждений относительно выбора профессий, попадая в 2035 год, где она наблюдает за тем, как устроена работа завтрашнего дня, как профессионалы решают те или иные сложные задачи. И через это мы разбираем различные вот такого рода искажения относительно того, что, ну, например, там, начинается все с того, что родители отправляют ее на день открытых дверей в юридический вуз со словами «получишь стабильную, понятную профессию». И дальше, через вот эти 27 рассказов по 27 отраслям, у героини формируется какое-то представление о том, как имеет смысл строить эту карьеру и как имеет смысл подходить к выбору. И в этом смысле нужно понимать, что атлас новых профессий – это не официальный перечень профессий будущего дня. На самом деле атлас новых профессий – это высказывание о том будущем, которое мы все вместе строим. Да, вот мы говоря все вместе, я очень рад, что здесь присутствуют люди, партнеры, да, с которыми мы создавали эту книгу. И еще больше людей находится за пределами, плюс атлас новых профессий создавался. При поддержке мы собирали деньги для издания этой книги на краудфандинговой платформе, нас поддержало больше тысячи человек, и в этом смысле это все наши соавторы в известном смысле, так же, как те тысячи экспертов, в работе с которыми мы создавали то содержание, с которым мы работаем. И, ну, наверное, это самые ключевые какие-то факты о том, что следует знать про атлас. Спасибо большое. Ну, вот так я назову такие профессии, которые уже есть в этом атласе, например, биомиметик и глазир. Или, я не знаю, глазир, правильно? Глазир, да? Пока только слово придумали. Почему нет? Окей. Тем интереснее, я думаю, будет всем читать. Да, разумеется. Ну, то есть, смотрите, очень важно, то есть, ребенок все равно, то есть, надо понимать, что книга написана для подростков. В мир скучных названий, формуляров и, будем надеяться, уже трудовых все-таки книжек электронных, ребенок все равно, он вырастет и попадет, его загонят в эти рамки и так далее. Но, думая конструктивно о будущем, он должен думать, ну, как бы, фантазией и смелой фантазией. Он должен создавать новое, а не воспроизводить старое. Спасибо. И, Дмитрий Николаевич, передаю вам слово. Хочу сказать, что вы стояли у истоков и самого первого атласа общества. Создание такого издания, сбора фантазии, будем так говорить, и наблюдения за реальностью. На ваш взгляд, как все-таки работает первое, второе издание, какая эффективность в этих, вот, в прошествии этих лет? И, на ваш взгляд, все-таки роль в подготовке квалифицированных кадров атласа? Спасибо. Но, смотрите, атлас был придуман в 2011 году, когда при создании агентств стратегических инициатив, то, что нам нужен такой форсайт профессий, значит, было в перечне первых десяти инициатив в направлении молодой профессионалы. И тогда мы вот за это везелись и действительно сделали вот такой продукт, как такой спин-офф, значит, большого исследования по форсайту профессий. И он задумывался, как некоторая интеллектуальная провокация, потому что на рынке были только очень скучные ведомственные какие-то списки, значит, и когда мы сделали первый атлас, я помню, я принес его на наблюдательный сайт агентств стратегических инициатив, а у нас там, значит, главы крупнейших банков были, значит, губернаторы, все остальное, все так странно смотрели на этот продукт, один из очень крупных банков, ну, он квази-банк, значит, там эксперты вообще написали, что это поддерживать нельзя, и за это голосовать нельзя, значит, потому что выводы абсолютно фантазийные никогда в реальность не превратятся, подход ненаучный. В частности, они там, ну, и так далее, и тому подобное. То есть первый атлас вызвал огромное количество критики. Я помню, было очень яркое публичное выступление одной дамы из ассоциации туристических агентств, которая говорила, что вот это какие-то странные люди, которые покушаются на бизнес, значит, туристических агентств, он устойчивый, никаких проблем не произойдет, значит, что за чушь, значит, наша профессия стабильная, устойчивая, будет только расти. Ну, через где-то, по-моему, год компания, в которой работала эта дама обанкротилась, как и многие другие туристические агентства на этом рынке. И, значит, глава банка тоже потерял свою позицию. Ну, и таких историй, на самом деле, десятки. А атлас, он не только живее всех живых, но и, как видите, растет. И вот мы сейчас шутили по дороге. Видимо, пока не очень соблюдает здоровый образ жизни, значит, потому что стремительно толстеет. Но при этом в нем уже нет практически никакого государственного финансирования. Это действительно инициатива компаний и частных граждан, которые совместно это поддерживают. И в этом смысле это значит, что рынок ему доверяет. Ну и, конечно, я хотел бы поддержать Дмитрия. И действительно, сегодня это самый массовый профориентационный инструмент в стране. То есть крупные, все практически крупные порталы, которые занимаются профориентацией, используют атлас в качестве своего базового контента. И то, что мы сделали его как сразу, как open-source решение, это еще очень важная часть истории. Агентство и школы управления Сколково тогда договорились, договорились, что все результаты публикуются под открытой лицензией, под open-source. Я очень надеюсь, что и мы много времени потратили с юристами на то, чтобы вычистить эту историю, чтобы у нас не случилось то, что сейчас произошло с компанией NGINX и Rambler, значит, чтобы претензии по этому поводу нельзя было предъявить с разработчиком этого продукта. И в этом смысле он из-за интеллектуальной провокации стал стандартом де-факто. Поэтому является ли он национальным инструментом? Да, безусловно, он сегодня является национальным инструментом. Нужно ли его превращать в обязательный инструмент? Упаси Господи! Темп изменений профессии настолько быстрый, что ни в коем случае не надо из него делать нормативный документ. И чем меньше там государства и стандартов, тем лучше. Чем больше там мечты детей, тем лучше. Спасибо. Моя коллега рассказала, что в институте от них требовали, чтобы они изучали атлас новых профессий. Ваше отношение к этому? Вы только что сказали, что это должна быть личная мотивация каждого. Слушайте, ну, у глупости человеческой, как известно, нет пределов. Хорошо, что я бус не назвал. Да, поэтому мы, конечно, знаем про разные странные… Кто-то пытается какие-то профатестацию проводить на основании атласа. Одни жулики, что они делали там, по-моему, по отпечатку пальцев, по энцефалограмме угадывали будущую профессию из атласа. Да, всегда есть такая вещь. Но бетонировать это, превращать, несмотря на отдельные эксцессы, это в какой-то такой вот мёртвый регламент, мы категорически против, конечно. Спасибо. Ну и, Сергей, Вам тоже слово. Вы отвечаете в компании как раз за работу с вузами, за вот эту коммуникацию с вузами. Вот видите, я Вам такой привёл пример, Дмитрий Николаевич прокомментировал. Вообще, как Вы ощущаете по тем студентам, которые учатся в вузах, и те уже абитуриенты, которые приходят к Вам в компанию, не абитуриенты, да, выпускники, которые приходят к Вам в компанию, их… Как они ориентируются вот в этом многообразии интересных очень слов и названий? Спасибо большое за вопрос. Ещё раз доброе утро. На самом деле, мне кажется, что в 17 лет или в 15 лет, когда люди начинают только задумываться о выборе профессии, да, или там примерно в этом времени, очень сложно определить. И Атлас – это, безусловно, некоторая карта для них, хотя бы посмотреть на поле возможностей и куда-то определиться. Но с теми, с кем мы работаем, мы понимаем, что в обществе, в принципе, существует там некоторое… Общее представление, что в IT-компании, наверное, работают айтишники, а айтишники – это как бы вот одна профессия, да, там, общая. Если мы посмотрим здесь, то их там несколько десятков профессий, будет только в IT-секторе находящемся. Плюс ещё в остальных профессиональных областях мы тоже найдём тех, кто так или иначе может быть назван айтишником, потому что он по факту больше работает с какими-то компьютерными системами, чем с людьми, например, ну или там совместно это всё происходит. И в связи с этим мы чётко понимаем, что этот инструмент обязательно нужен для того, чтобы он как возможность была. Его нельзя, действительно, я посоглашу с Дмитрием Николаевичем, что насаждать его как обязательный и только единственный догму и там ещё прочее, его точно нельзя делать, но изучать полезно. То есть в качестве рекомендованной литературы, наверное, это должно быть с точки зрения именно просто для общего развития и понимания детей и взрослых в том числе, кстати. Очень важно понимать, что сегодня принимается решение зачастую о выборе профессии, профессиональной области, как вот Дмитрий Судаков начал вначале говорил, про то, что на самом деле родители чаще всего рекомендуют, и дети вынуждены часто следовать их мнению, определить тот или иной университет, ту или иную специальность. И в этой связи непосредственно возможность просветить ещё и родителей, это очень важно, да, о том, что на самом деле профессии изменяются. Возможно, здесь есть те, которые существуют, те, многие там и сегодня, но они, может быть, не определены как какая-то отдельная сущность, и точно понятно, что они будут расти. Поэтому, если родители или дети поймут, что это интересно им, то, скорее всего, поступая сейчас в университет, и в ближайшие пять лет или шесть лет, не знаю, сколько они будут учиться, они выпустятся ближе к этой специальности, то, соответственно, наверное, у них будет больше возможностей к трудоустройству. И, кроме этого, ещё хочется сказать, что мне нравится, что в Атласе в этом году есть осмысленность ещё и с того, что некоторые профессии так или иначе писались с прототипов, ну, в смысле, уже существующих каких-то людей, и это означает, ну, то есть, которые ещё не сформированы как новая совершенно профессия, их нет там в перечне, стандартах, где-то ещё, но, тем не менее, она уже реально развивается. Может быть, пример какой-то приведёте? Ну, собственно, пока мы общались, вы сами говорили о том, что есть осознанный, как там, экологический туризм, человек, который гид, занимается им, то есть не просто вводит экскурсии, но ещё и занимается таким развитием именно экологической составляющей в путешествиях и так далее. Вот Дима что-то хочет добавить? Андрей, можно я приведу пример? Он, мне кажется, просто эталонный пример истории того, как надо пользоваться Атласом. У меня есть знакомый, ну, точнее, он вот по итогам этой истории стал знакомым, который, его зовут Лев, который в своё время, начитавшись ещё предыдущей редакции в Атлас и новых профессий, нашёл там профессию тренера творческих состояний и сказал, «Господи, боже мой, я хочу быть этим человеком». Он нашёл какие-то курсы, где-то себя сам собрал фактически и сказал, «Ребята, я теперь тренер творческих состояний, про меня в Атласе написано». И он начал этим зарабатывать деньги. То есть он помогает людям прийти в состояние вот такого творческого подъёма. Он собрал вокруг себя коллектив людей, которые занимаются этим же. Они, ещё раз, это профессия абсолютно, они зарабатывают этим деньги. Но что случилось дальше? Он летом ко мне пришёл и сказал, «Дмитрий, так мы и познакомились, надо внести изменения в описание тренера творческих состояний». Я говорю, «Что? С чего вдруг?» Он говорит, мы поработали и поняли, что там есть ошибки. И вот это так и работает на самом деле. То есть люди себя собрали сами. И вот таких примеров, я верю, будет становиться всё больше и больше. Классный пример. Мне кажется, да, он очень хорошо показывает, для чего нужен Атлас. Поэтому у меня сразу вопрос, мгновенный, исходя из этого, к Сергею Кольге. У вас в компаниях есть менеджер по формированию впечатлений? Сергей. Сейчас мы Сергей, а потом вот сразу Ольгин. Есть, но он не так называется. Я бы так сказал. То есть действительно есть и люди, которые очень сильно запариваются на тему того, какие впечатления получит сотрудник на рамках какого-то ивента, который будет происходить. Возможно, даже ребёнок сотрудника, который придёт на фестиваль, какой-нибудь внутренний ёлку там или ещё что-то. И в том числе на тех мероприятиях, которые проводятся для внешней аудитории, мы тоже понимаем, что нам важно осознавать эмоции, которые возникают у людей. И, естественно, для того, чтобы получить наибольший отклик и позитив от участия, то, соответственно, хочется, чтобы они в эмоциональном состоянии были на высоте. Спасибо. Ольга, у вас. Да, у меня тоже есть. Добрый день ещё раз. Отклик на, собственно, такую вещь, как менеджер по формированию впечатлений. Мне кажется, что в текущей реальности каждый человек, который работает с клиентом и работает там с сотрудником, он по большому счёту является этим самым менеджером по формированию впечатлений. И это как некоторая ментальная установка должна быть, потому что мы работаем… Следовательно, это просто навык, который есть в других профессиях. Да. Я бы формирование впечатлений и понимание того, что каждое твоё высказывание, каждое твоё общение является некоторым влияющим элементом на впечатление, я бы это даже относила к навыкам. Если говорить про специального менеджера, у нас его, безусловно, нет, но этот навык мы действительно в сотрудниках стараемся поддерживать и развивать. Я бы дополнил, на самом деле, о том, что такая, в принципе, профессия начнёт появляться всё больше. Есть, мы знаем, там, сервисы по продаже впечатлений, но это с одной стороны. А с другой стороны, с точки зрения компаний, то по факту, в принципе, те люди, которые сегодня отвечают за внутренние коммуникации и в этой структуре, в общем, работают, они, скорее всего, будут выделять внутри себя и такого менеджера тоже, учитывая, что мы понимаем, что уже в отрасли достаточно много того, что похоже между IT-компаниями. Не нужно как-то отличаться, нужно придумывать какие-то новые-новые способы, и, скорее всего, такой менеджер действительно нужен для осознавания этого и формирования таких специализированных действий компаний по отношению к сотрудникам, не знаю, внешним полю и так далее. Вот смотрите, здесь есть простой хинт. Почти любой из сквозных навыков, который у нас в книге так или иначе отражается, он одновременно может быть профессией. То есть есть навыки, которые распространены по всему рынку, а есть люди, которые специализируются на том, чтобы этот навык, он был глубже понят, проанализирован, там появились большие данные, значит, AI, и дальше это было бы распространено на все остальное. И это вот так же, как и в парфюмерии, значит, про запахи, да, точно так же. Практически про все можно собрать большие данные, натравить на это, значит, алгоритмы, научиться капитализировать выводы. Это некоторый почти универсальный алгоритм, который применим к почти любой отрасли. И впечатление прекрасно можно каталогизировать, понять, как они работают и научиться продавать результаты. Ольга, Ваша компания создает новую профессию? У Вас есть новые, появляются новые профессии? Компания МТС, которая вроде как занимается связью, на самом деле у Вас много различных других направлений. Да, мы уже не только связью занимаемся, да, и очень сильно стараемся работать на то, чтобы к нам уже и по-другому относились, да, потому что мы говорим про создание большого количества новых цифровых продуктов в разных областях, там, здравоохранения, образования, развлечения. Да, у нас, правда, есть уже продукты, которые на внешнем рынке продаются. Вот, и как раз появление этих продуктов, в том числе внутри нас, стимулирует, там, создание некоторых новых для нас, да, профессий, которые, ну, как бы требуют другой экспертизы. Получается, что мы, например, там, запускаем, там, проект по воркспейсу, да, мы хотим, там, строить сотрудникоцентричную модель, да, где есть, там, правильное, там, пространство и так далее, да, и мы понимаем, что это совсем другие компетенции. Я сегодня вот полистала Атлас и увидела, что там есть уже что-то похожее на уровне профессии будущего. А сейчас мы понимаем, что мы, там, отчасти как-то внутри себя ее сгенерили как потребность, и сейчас должны, чтобы ее реализовать, совместить компетенции разных людей, объединив их в команды. Вот, мне кажется, это такой путь тоже появления, там, новых профессий, да. Вы директор по эти персоналу, а вы, у вас есть оптимизатор когнитивных усилий персонала? Так, так. Страница 395. Оптимизатор когнитивных усилий персонала. Так, такого у нас пока нет. Мне, видимо, надо отдельно это изучить, прежде чем вдумчиво ответить на ваш вопрос. Я-то себе уже присмотрел сквозной навык, я еще, да, благодаря Николайу Галачу, который сказал про сквозные навыки. Ну что ж, слово... Это как раз к вопросу про то, как нам правильно строить рабочее пространство, в котором есть место оптимизатору когнитивных усилий. Да, если вообще ему нужно будет место. Это про эффективность, поэтому история полезная. Ну, кстати, да, вот это, кстати, очень важный момент. Мы видим, насколько сильно меняется даже не столько профессии, названия, это все, на самом деле, ну, как бы такая мишура, елочные игрушки. Мы видим, что фундаментально меняется, ну, собственно, сама работа, как она устроена. И про это мы в том числе, ну, то есть это те вещи, которые часто ускользали, то есть мы об этом имели представление, но в Атласе оно не было никак отражено. И в третьей редакции мы как раз рассказываем о том, как люди работают, находясь в разных часовых поясах, на разных континентах, удаленно. Очень было, ну, как бы, ну, грустно читать историю про, вот, упомянутую Дмитрием, про конфликт Рамблера и Nginx, потому что вот у нас буквально есть история внутри одной из отраслей, когда молодой человек объясняет героине, что пока он сидит на рабочем месте и он выполняет какую-то свою работу, но в свободное, от этой работы, когда он выполнил свою задачу, он в свободное время может выполнять что-то другое, и это абсолютно естественно и нормально, да. И мы это там написали летом, а обнаружили, ну, сейчас вот зимой разразился этот конфликт. То есть мы показываем, что именно работать можно по-разному, можно организовывать свою деятельность совершенно не так, как привыкли это делать, ну, условно говоря, поколения наших родителей и дедов и так далее. То есть не работать там от звонка до звонка, приходя в конкретное место, надевая специально, там, не знаю, костюм-тройку или белый халат. Да, спасибо, это, на мой взгляд, вот, да, важно для понимания вообще, что такое, да, профессии, новые профессии, профессии будущего, профессиональный ландшафт будущего. Илья, ну, вы издательство, такое традиционное, как я понимаю, издательство, да, у вас, наверное, всё, как и стоит 200 лет назад, наверное, в заключении того, что только, наверное, вы печатаетесь не здесь, а где-нибудь в Финляндии, может быть, я не знаю. Но у меня не к этому вопрос. Почему вы взялись за не совсем обычное для вас издание, за не совсем обычную для вас работу, на направление, будем так говорить? Ну, я скажу, что далеко не как сотни лет назад в эпоху Готенберга сейчас работают издательства, очень много нового, новых знаний и компетенций требуется. Например, вот сейчас прозвучавший оптимизатор когнитивных усилий, я думаю, нам такой потребуется специалист, потому что очень часто то, что пишут авторы, в этом разобраться, нужно колоссальное когнитивное и интеллектуальное усилие. Но это не об этом проекте совершенно. Почему мы взялись за этот проект? В миссии нашего издательства есть такая фраза «помогать людям стать лучшей версией себя». Это вот как раз тот самый случай, когда мы с самых ранних лет пытаемся помочь ребятам выбрать жизненную траекторию, профессиональную, осознать, с чем они столкнутся после получения образования. Дело в том, что большинство литературы сейчас, которые так или иначе эту проблематику затрагивают, касается существующих профессий на данный момент. И существует дефицит, на мой взгляд, серьезный, потому что и поколение Z, и те, кто сейчас только в школе учатся, начинают. Эти ребята, мне кажется, думают о том, не транслируемая родителям потребность, куда я поступлю после школы, а чем я буду заниматься, когда мне будет 25-35 лет. Мне кажется, это многих волнует, поэтому мы закрываем, мне кажется, этим проектом, закрываем этот информационный дефицит. Еще мне очень понравился подход авторов-составителей к созданию этого материала. Здесь весьма нетипично для нонфикшн симбиоз художественного нарратива и навыковой части. Это очень интересный прием, он позволяет сохранить вот эту вот нить, которая нарративная, которая пронзает все повествование. Она помогает удержать интерес, и его постоянно подзаводит. Вот этот сюжет, Ника и вот этот кролик-робот, такая очень интересная компания, и приключения, которые происходят с героями, они, конечно, замечательные, это придумано. Дмитрию и коллегам отдельное спасибо. Вот, и что еще интересно было бы нам продолжить этот проект, сейчас мы мыслим в направлении VR-версии этой книги, которая позволит сделать модели профессии, их явить читателям уже в каком-то медийном виде, в интерактивном, чтобы можно было эти профессии буквально пощупать, посмотреть с разных сторон, примерить на себя как-то. Вот тоже закругляя вопрос того, чем издательство занимается, вот сейчас у нас буквально практически вакансия есть специалиста по технологиям дополненной реальности. Во многие свои проекты мы пытаемся вживлять эту историю, так что у нас тоже, в общем, есть профессии будущего. Понятно. А как книга будет распространяться? Ну, традиционная, естественно, книжная дистрибуция, все крупные книжные магазины, крупные, среднекрупные. И еще здесь, опять же, нетипично для традиционного издательского проекта, электронная версия доступна для бесплатного скачивания, поскольку сама логика этого проекта, она вот так вот именно и начиналась. Но вот здесь Дмитрий, наверное, лучше скомментирует. Ну да, то есть традиционно, это была на самом деле такая достаточно, я бы так сказал, шизофреническая история, когда мы собирали деньги в ходе краудфандинга на планете, да, объяснить людям, что мы просим у них денег, чтобы остаться бесплатными. Вот, то есть, Атлас в электронном виде сохранит свой, как бы, вот этот самый подход, о котором сказал Дмитрий вначале. Мы остаемся открытыми, все материалы будут доступны в электронном виде, да, естественно, бумага будет стоить денег и будет доступна в книжных магазинах, но люди смогут пользоваться материалами Атласа, собственно, дальше совершенно бесплатно. И мне кажется, на самом деле, это, ну, такой тоже качественный шажок в вот в то правильное будущее, которое есть, потому что, ну, все мы хорошо знаем, что, в общем, от пиратов никуда не уйти, это гонка бессмысленная, беспощадная, просто надо искать корректные, интересные платформенные решения, куда мы, собственно, и стремимся перейти. Я бы сказал, что, конечно, тираж маленький, но вот я понимаю, что... Даша, это все, что вы сегодня раздали? Это тираж, это несколько тысяч экземпляров, он будет в январе, книгу можно будет купить в всех книжных магазинах, проект производственно довольно сложный, поэтому вот, к сожалению, сейчас у нас демонстрационные экземпляры, но вот тираж в классическом понимании будет в январе. Очень жалко просто, что мы не успели до Нового года, потому что, по-моему, это такой Атлас, это роскошный новогодний подарок, и мы, конечно, там, какую-то часть тиража, и как агентство с удовольствием приобретем. Вот, я бы хотел уточнить, к тому, что сказал Илья, конечно, это не про то, кем наши дети будут в 20-25 лет, а кем они будут в 12-14, потому что сегодня поколение вот пользователей Атласа, оно хочет работать не то, что после университета, оно хочет работать до университета. оно хочет работать в школе, и тематика именно раннего предпринимательства, она сегодня невероятно важна. И вот эти вот быстрые профессиональные пробы как раз важны для совсем маленьких детей, чтобы они поняли, когда им 6, 7, 8 лет, куда они вообще могут пойти, где они могут себя попробовать. И это, наверное, мой такой запрос на четвертую версию Атласа, чтобы у нас в ней появилась рекомендательная система для условных 9-леток, где они могут, в каких профессиях они могут начать зарабатывать деньги уже завтра. И вот это сегодня боль, которая есть у родителей, куда можно безопасно при этом отправить ребенка, который хочет получить предпринимательские навыки. Ну да, у нас в этом смысле в нашей большой, нельзя говорить в нашей, в смысле не в моей, а вот в нашей общей какой-то экосистеме, в которой людей, которые думают про будущее, которые создают это будущее. Есть в том числе и отличные ребята под названием «Кружковое движение», которые занимаются технологическими кружками таких технологических энтузиастов по всей стране. И я думаю, что это как раз будет очень хорошая связка вместе с ними создавать вот такие пространства возможностей для как раз там детей 8, 9, 12 лет и так далее. Спасибо большое. Как раз вот обращаю внимание, издание обозначено как 6+. Я бы еще добавил, что мы со своей стороны, как компании, тоже в этом заинтересованы в распространении, и поэтому придуманы тоже какие-то интересные формы. Вот, собственно, с Дмитрием мы в ноябре запускали такую, в октябре, собственно, работу со школьниками профориентационную, как непосредственно тест, условный тест профориентационный через социальную сеть ВКонтакте, когда дети могли ответить на некоторое количество вопросов, определить какую-то из IT-специальностей Атласа, для того, чтобы определиться с тем, кто наиболее ближе им непосредственно возможен, и дальше уже прочитав более детализированную информацию про конкретную специальность, попробовать себя в эту область посмотреть. И на самом деле это очень большой отклик получило со стороны детей. Видно было, что им интересно это, они шерились достаточно с большим удовольствием, и дальше мы это использовали в том числе в уроке цифры, который там больше двух с половиной миллионов раз был пройден, и, соответственно, дети активно тоже погружались в профессию Атласа через другие инструменты, которые мы делаем для профориентации. Да, спасибо большое. Закрыл я, к сожалению. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста, подходите к микрофону. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Аня Захарова, московский комсомолец. Вопрос Дмитрия Пескова и Дмитрия Судакова. Скажите, пожалуйста, а каким будет прикладной в будущем, как прикладно будет развиваться Атлас и проявляет ли интерес промышленный бизнес к этому? Промышленный, да. Проявляет ли интерес промышленный бизнес? Ну вот как сообщество придумает, таким Атлас в будущем будет. Уже понятно, что он будет более виртуальным, более интерактивным, более мобильным. Значит, он пойдет туда, где его потребитель находится. В этом смысле... Ну, это всегда такой тонкий баланс. Да, можно было бы выпустить его, условно говоря, только на iPad. Да, но культура, когда там родители детям книжку читают, да, она тоже по-прежнему невероятно важна, и ощущение бумаги тоже важно, важно, да. Поэтому вот я надеюсь, что тот тираж, который Илья сейчас выпустит, его будут и родители использовать, и в этом смысле это во многом для родителей. Вот, а промышленные корпорации плохо понимают и используют Атлас, ну, по очень простой причине. Большинство крупных промышленных предприятий в России, она из предыдущего производственного цикла. Там нет этих профессий. Вот, но там, где крупные корпорации идут в будущее и пытаются создавать новое, там, как российские железные дороги или Росатом, я знаю, что там внутри с удовольствием такие методики используются. Но я думаю, Дмитрий сейчас даст вам большую статистику по поводу корпораций, которые участвовали в разработке. Дополню, да. Ну, у нас, естественно, ну, то есть в ходе, то есть нужно понимать, что Атлас — это не фантазия, там, условно говоря, Дмитрия Николаевича и других людей, сидящих за этим столом. Ну, на самом деле, там тысячи экспертов, которые принимали участие в десятках, может быть, к текущему моменту уже под сотню форсайт-сессий, которые прошли, да, отраслевые эксперты, люди, которые способны ответственно разговаривать о том, что приходят. При этом, вот методика, которая стоит за Атласом, она верифицирована Международной организацией труда, и она лежит в библиотеке Международной организации труда. Да, было большое количество международных проектов от стран БРИКС до Танзании, Вьетнама, Армении и так далее. Вот, поэтому, ну, то есть это, можно сказать, что это международные верифицированные подходы, и эти подходы компании, которые, скажем так, проактивно думают про будущее, активно используют. И уже упомянутые Дмитрием Николаевичем РЖД, Росатом, и, например, мы делали такой микро, я бы так сказал, Атлас, да, фактически как главку Атласа, и она вошла в третью редакцию почти полностью для Челябинского трубопрокатного завода, да, казалось бы, такая тяжелая история, но, тем не менее, да, в свое время они объявили о том, что хотят строить белую металлургию, и это был очень такой провокационный, и все думали, что это пиар-ход, но, тем не менее, им удалось. Что значит белую? Это значит, что ты можешь работать на производстве трубы в одежде любого цвета, в том числе и в белой, да, и они на самом деле сделали такое производство, и они, собственно, пришли к нам, опираясь к нашей команде, сказали, окей, вы что-то понимаете про будущее, нам нужно разобраться, какой шаг у нас будет следующим. Мы для них провели несколько дневную такую большую сессию, и по итогам этой сессии мы обозначили какое-то количество новых специальностей, не мы обозначили, они обозначили для себя, какие специальности в будущем они видят, и более того, по двум из них уже запущены, у них есть свои колледжи, да, соответственно, в них уже запущены программы. Вот. С рядом компаний мы говорили о том, что, то есть они, опять же, то есть нам было очень сложно эти шесть лет, да, мы фактически ломали стену, недоверие тому, что вот, ну, что мир меняется. И сейчас мы видим, что стена, ну, как бы потихонечку начала давать трещины, и мы видим, что крупные компании к нам приходят и говорят, слушайте, ну, как бы мы понимаем, что Атлас это для подростков, и нам он, ну, как бы впрямую его сложно применять. Хотя в Атласе мы даем рекомендации, а что делать, если вы, например, там, родитель, что делать, если вы школа, и что делать, если вы работодатель, да, и можно говорить, окей, да, мы не можем сегодня назвать человека, значит, этим, усилителем когнитивных усилий персонажа, да, персонала. Впечатлений. Или там менеджером впечатлений. Хотя почему не можем, непонятно, ну, мы слишком зажаты какими-то там регламентами. Ну, окей, хорошо, вам же нужно разговаривать с ребенком и говорить ему, тогда классно, хорошо, приходи к нам, пусть это называется по-другому, ну, мы тебя дорастим до этого, вот до такого классного, если тебе им правда нравится. Вот у тебя позиция стартовая, да, и ты за несколько лет станешь вот таким, значит, персонажем, которого ты хочешь. Но помимо этого они говорят, слушайте, у нас есть огромная армия, не знаю, бухгалтеров. Нам столько не надо. Точнее, мы сегодня еще можем их загрузить работой, но эта история продлится там два, три, четыре года, а потом что? И нам нужен, условно говоря, ну, как бы какой-то навигатор для таких людей. И вот одна из гипотез, ну, даже не гипотез, одна из веток направления развития проекта, да, не вот, не книги, а именно большого проекта, это в том числе и такой атлас новых профессий для взрослых. Такая взрослая версия 18+. Вот, ну, потому что это серьезнейший вопрос, на который нужно искать ответы. На него сегодня нигде в мире ответа нет. То есть помимо того, что атлас это сегодня, ну, самый крупный в мире такой прогноз высказывания о будущем, да, нигде в мире ничего подобного нет. Про будущие профессии говорят много кто, но в таком масштабе не говорит никто, то есть мы активно исследовали эту тему. Наша задача, условно, найти, в том числе и с международной какой-то коллаборацией, найти ответ на вопрос, а что же делать вот с армией того, кого, мне чудовищно не нравится это выражение, но оно существует, да, вот то, что вот эта проблема лишних людей, вот тех самых, там, сотен миллионов, которые могут подвергнуться, ну, как бы, увольнению за счет внедрения вот этих всех наших прекрасных технологий, связанных с искусственным интеллектом, нейросетями, роботами, дронами, беспилотниками и так далее. И на этот вопрос необходимо искать ответы, мы его будем делать, будем искать. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Русмидия, скажите, пожалуйста, какой процент рабочих профессий в этом отношении, и почему не задействованы рестораны, кафеины, вот ни кафе, ни рестораны, если ребенок захочет стать ресторатором, если сейчас раскручено, такой рубрики вообще нет. Вот, подскажите, почему вы игнорировали рестораторов? Во-первых, у нас есть медиа и развлечения, вот, и это вполне себе, мне кажется, история про рестораны относится туда. У нас есть пищевка, которая тоже имеет отношение к ресторанам. Разработчик алгоритмов пищевого производства. Ну, это, конечно, больше производства. Разработчик роботов для фастов. Да, да, смотрите, значит, ответ, на самом деле, на ваш вопрос очень простой. Потому что у нас никогда не было целей или амбиций охватить все. Вот, ну, это невозможно сделать. Относительно, ну, то есть, всегда нам скажут, а где же ученые, где вот у вас здесь в атласе ученые. Кто-то придет и скажет, а вот здесь нет еще вот такой сферы, да, ну, 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 всегда, всегда можно найти что-то, чего в атласе нет. Это здорово. Смотрите, очень важный момент, о чем говорил, в том числе, Дмитрий Николаевич. Атлас, его цель не описать полностью генеральную совокупность того, что будет завтра. Его цель запустить мышление у ребенка. Его, как бы, раскрыть ему глаза. Сказать ему, что можно по-другому. В этом смысле не существует правильного ответа на вопрос, кем быть. Человек должен себя конструировать сам. И если он себя хочет сконструировать ресторатором, прекрасно, здорово. И отвечая на первую часть относительно рабочих профессий. Это очень тяжелый вопрос. Ну, во-первых, наши большие партнеры, которые, к сожалению, сегодня не смогли принять участие в конференции WorldSkills Россия, отвечают на эти вопросы, в том числе и вместе с нами. То есть, вот в Казани была огромная зона Future Skills, да, будущих рабочих профессий. Соответственно, часть их существует в атласе новых профессий, но намного важнее другое. Когда мы говорим рабочая профессия, сегодня мы имеем в виду какую-то армию одинаковых специалистов. Сварщиков, продавцов, парикмахеров и так далее. Мы отлично видим, то есть, вот еще раз, сегодня это звучит фантастикой, но Дмитрий Николаевич рассказал, как шесть лет назад люди относились к первой редакции. И что они, ну, как сильно поменялась риторика сегодня. Мы видим, что мы идем в мир такой массовой уникальности. Чем лучше специалист сможет собрать свою уникальность, тем более востребованным он будет. И это то, что мы хотим сказать детям. То есть, всегда будут находиться какие-то профессии, куда ребенок пойдет, потому что ему не хватает какого-то там старания, я бы так сказал, усердия или рамки широкой, да, чтобы создавать новое. Ну, его утилизируют в менеджеры по продажам, в дворники и так далее. В курьеры, вот у нас мы видим, как, значит, ездят тут с зелеными и с желтыми сумками, значит, на всех видах транспорт. Мы целимся в тех, кто будет эти виды транспорта создавать, и будет создавать платформы, с помощью которых, ну, как бы, будут работать эти курьеры. Я дополню, на самом деле, здесь как раз ресторанный бизнес описан прекрасно. Здесь, значит, ресторанный бизнес будущего, значит, смотрите, мы исходим из-за того, что люди начинают все больше думать о своем здоровье. И в этом смысле, с точки зрения стратегий, в том числе национальных стратегий, национальных политик, я вам ответственно заявляю, сегодня подавляющее большинство болезней у людей – это болезни, которые происходят от питания. Именно поэтому, например, в Национальной технологической инициативе у нас HealthNet направление занимается, значит, там и тем, и другим. То есть питание как лекарство становится сегодня основой национальных политик в мире, во всех странах. Поэтому, если вы хотите в будущем иметь качественный, высокомаржинальный ресторанный бизнес, вы обязаны будете завести несколько профессий, которые есть в Атласе, которых у вас сейчас нет. В частности, дизайнеры обогащенной еды, вы почитаете на 232-й странице, что именно он делает. Я скорее вот консультант по замене вредных привычек еще. Вам придется завести нейрогастронома, специалиста, который создает новый гастрономический опыт для клиентов, опираясь на то, как наш мозг воспринимает вкусы, понимаете, и некоторые другие профессии, которые там описаны. Это будет критическим фактором для успеха, потому что люди не пойдут есть неизвестно что, неизвестно куда, с неизвестными последствиями для своего здоровья. Николай Николаевич, то есть есть два человека, которые будут друг с другом бороться. Это вот консультант по замене вредных ингредиентов, которые нужны будут, и второй – это разработчик синтетических животных продуктов. Да, ничего страшного, пусть борются. Я бы еще добавил, что и менеджер по впечатлениям, которые мы сегодня уже обсуждали, это обязательная профессия в ресторанном бизнесе будет, потому что уже сегодня появляются рестораны, действительно, которые создание впечатлений намного выше, чем стоимость, ну, в смысле, чего-либо, да. Вот этот менеджер по впечатлениям, он вообще везде будет, я так чувствую, он в любой сфере. Ну, потому что любой разработчик, вот я вижу, что тут как бы разработчик того-сего, да, это история, правда, направленная на создание впечатлений. Ну, что ж, спасибо большое, коллеги, я благодарю за интерес к теме, я благодарю всех создателей «Атласа». Давайте я их все-таки назову, вот всех, которые… Тут поддержка «АСИ», «Волтскилз», платформы «НТИ», «Кружковое движение», про которую уже «Глобал Демитрий», «Глобал Деокейшн Фьючерс», «Университет 2035», «Али Лемпина Паблишер», «Студия дизайна образовательных пространств», «Тучки кипения», вот эта поддержка, и МТС, да, «Мэлл Групп», в общем, большая команда, которая работала, и здесь она тоже указана, в том числе пофамильно и поименно указана, указаны все, кто работали. Будем читать, я, знаете, как, вот я себе нашел уже две профессии, которые ко мне относятся. Здесь у вас есть модератор, мы вот тоже, когда начинаем пресс-конференоваться, мы модератор, а когда мы говорим, коллеги, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, никто не выходит в микрофон, мы становимся фасилитаторами. Спасибо большое, я бы лучше оставался модератором, благодаря коллегам. Спасибо.